Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за тренера FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад, что всех там увидите. Но обязательно пишите в комментарии ваши предложения, как улучшить нашу карьеру, может быть вы хотите, чтобы я кого-нибудь подписал в Эвертон, поэтому все предложения пишите в комментарии, первые 5 комментариев, если действительно будут по делу, там интересные, я пролайкаю. Ну что же, у нас застопорились абсолютно все карьеры, из-за того, что прошел чемпионат мира, у нас месяц был полностью выбит из графика, из-за того, что выходили ролики только по чемпионату мира, и вот только сейчас дошли руки до карьеры за Уэйна Руни, которые тренирует у нас Эвертон. И принял я решение, что у нас, скорее всего, будут большие выпуски, их, конечно, будет, ну, реже, наверное, они будут выходить, но зато они будут большие, и мы быстрее пройдем несколько хотя бы сезонов. Поэтому на сегодня план таков, мы доиграем все игры декабря и также все январские. То есть закончим. Зимнее трансферное окно. Интересно, какие предложения, может быть, по нашим игрокам поступят, потому что вроде как у нас даже и бюджета нет на трансферы. Сейчас мы это дело вот посмотрим. Ну а так, ну, 9 миллионов, то есть ни о чем. Кого-то, скорее всего, придется продавать, но если и продавать, то надо искать объективную замену, а доплачивать 9 миллионов куда-то это будет очень мало, поэтому вряд ли кого-то мы сможем продать. Итак, сейчас у нас игра против Брайтона. Они идут на 18-м месте, но следующая у нас игра идет против Нью-Касла. Они идут там прям ноздря в ноздрю к нам. Ну и также у нас еще и матч Кубка против Лондонского Арсенала. Я, кстати, не знаю, что это. Четвертьфинал Кубка Карабао, поэтому тоже уже такая солидная стадия. Скорее всего, против Брайтона мы сыграем вторым составом, против Нью-Касла и Арсенала будем играть первым. Поэтому вот такой у нас план на ближайшие три игры. Так, ну и по составу. Только вот Пикфорда, наверное, выпущу. Потому что, ну, Бегович пока что для меня не сильно-то убедительный, но мог бы играть там против команд из второй английской лиги, но уж точно не против Брайтона. Много уставших игроков, кстати, в составе Брайтона сейчас. Ну а мы начинаем. Английская премьер-лига. Эвертон принимает Брайтон на Гудисон парке. Ну вот посмотрим. Мы неплохо так забрались по турнирной таблице. Близимся к Еврокубкам. На это я, в принципе, и рассчитываю. Вот первый момент уже на 15-й минуте у Брайтона. Поэтому попробуем. Давно, давно я, честно, не играл в 23-ю FIFA, еще и на запись, тем более. Поэтому надо вспоминать. Ну вот уже сразу же Гудфри нам хороший отбор показал. И вот контратака от Эвертона. Так, сразу смотрим на миникарту. Внизу его без здесь мечом. И есть Кальверт Льюин. Замечательно. Гилмор перехватил. И вот снова Брайтон. Буквально там через пару минут уже свою контратаку проводят. Джон, кстати, это не тот ли, который в Ливерпуле был. А вот так вот мы просто за Пикфорда сразу решили выйти. Там он успеет, скорее всего, вернуться. Но здесь у нас еще и почистить. Могут успеть Митома. Юмор. Снова Джонс. Опасная какая передача. Но здесь уже все. Почистили. И вот наша атака. Наконец-то посмотрим. Кальверт Льюин против там двух защитников. И не получилось пас пяткой даже отдать. Ну вот еще нам одну атаку дают. Но здесь уже надо реализовывать этот момент. Уже 80-я минута. Тоже подключений. Здесь, конечно, немного. Но до Куре. Кальверт Льюин спокойно. И Таунсенд. Нет, не дали ему пробить ни пенальти, ничего. И, скорее всего, все. Моментов у нас не будет. Да, так и есть. Ну, безголевая ничья. Вкатывающая лично для меня эта игра. После продолжительного такого перерыва. По моментам. Но у нас было три удара. Один момент. Лучше всех отыграл голкипер Брайтона. Не пропустил в наши, вот, именно наши атаки. Поэтому больше, наверное, это ничья для Брайтона положительная, нежели чем для нас. Так, вот Том Дэвис нам присылает сообщение. Хочет сыграть против Ньюкаса. Говорит, что у него форма вроде как набрана. Поэтому, ну, давайте посмотрим. Мне кажется, от одного игрока. Тем более, он не сильно там будет что-то портить. Вместо того же до Куре можно его выпустить. Ну что же, наш состав на ваших экранах. Снова есть некоторые игроки у соперника уставшие. Но у нас Ковади уставшие за того, что это игрок, который на два состава у нас. Поэтому надо какого-то искать центрального защитника. Хоть в аренду, хоть не в аренду, я не знаю. Но на эти полгода, как минимум, в новом сезоне, может быть, подпишем какого-нибудь хорошего центрального защитника. Итак, мы снова дома. Снова Гудисен Парк. Эвертон против Ньюкасла. Соперник теперь посильнее, нежели чем Брайтон, если можно отталкиваться от турнирной таблицы. Вот посмотрим. А Ньюкасл более-менее там с нами вместе находится. На вот этих вот позициях. Там 8-7 место где-то примерно. Поэтому, ну, посмотрим. У нас угловой сразу на 16-й минуте. Грей. Давайте попробуем. Пошла подача Марсиали. Удар в створ. Тут уже Поппи выручает. Так, Жастин. Неплохо. Таунсенд. Ну, а здесь уже таргет. Не цель. Но игрок Ньюкасла. Так, и вот. Атака от Ньюкасла. Я не знаю, сейчас как-то так неудобно. Мне дали, конечно, сразу игрока. Еще и сам Максимин. Ключевой игрок. Потому что со стрелочкой ИСАК. Но здесь у нас и Пиквард. Неплохо. И снова атака от Ньюкасла. Там хорошо, что защитники у нас есть. В зоне. Здесь это нам хоть как-то поможет. Да, Коуди. Отлично. Он тут еще и неудачный вынос. А вот и Эвертон. Сольный проход. Но здесь Марсиаль уже во втором тайме. Должен, мне кажется, сейчас обыгрывать таргета. И нет. Вот просто первым же обманом, так сказать, движения. И сразу же потеря мяча. Как-то трудно. Пока что в первое время. Какие-то атаки свои проводить. Нет, здесь уже не получилось. Но на подборе. Дэвис отличный. И будет, может быть, повторная Таунсендер. Марсиаль. А не, была офсайда Грей. Да пробить уже, ну, конечно, не так. Надо было где-то зону по свободе найти. Ньюкасл. Получается, возможно, навесить. И снова, скорее всего, это, если мы сейчас не пропустим, будет ничья. Последние минуты. Все. Кин. Здесь справляется на вынос. Да. Ну, болельщики Эвертона. Просим прощения за две... Вот. За серию такую. В двух безголевых матчах. То есть мы и не пропустили, но и очень скучно. Когда болельщики заплатили за билеты, пришли поддержать нашу команду. А мы сыграли два матча по нуля. Так. Дэвис нас поблагодарил за то, что мы к нему там прислушались, но очков набрать нам это все равно не помогло. Не знаю, был бы Де Куре, получилось бы или нет. Не знаю. Остается лишь только гадать. Но сейчас у нас более-менее такая важная игра. На этом коротком отрезке будем играть против Арсенала. Потренируется пусть у меня второй состав, чтобы первый в полной физической форме подошел в четвертьфинала Кубка Карабао. Ну что же, составы на ваших экранах. Здесь только вместо Дэвиса, если сравнивать предыдущую игру, вернул состав Де Куре. Поэтому поехали. Итак, Кубок Карабао и снова Эвертон на Гудисон парке. Может быть поддержка домашних болельщиков. И просто домашних стен нам как-то вот против лидера, тем более на данный момент. Арсенал сейчас там на первой строчке, в реальной турнирной таблице идет. Потом посмотрим. Но первый момент у Арсенала штрафной. Отлично Тарковский справлять. Ну все, мы здесь уже свой момент закрыли. Арсенал проводит контратаку. Но не посмотрел даже перед матчем, на каком месте здесь идет Арсенал. Поэтому как-то интересно, что от них ожидать. Спокойно, Самби. И вот они пошли. Опасные моменты какие. Но здесь, слава богу, не дотянулись. И вот наш угловой на 42-м минуте. Почему-то только лишь стандарт у нас какие-то. Ладно бы штрафной дали, а тут очень часто стали лишь только угловые. Так, ну попробуем подать. Грей. Ну там на дальнюю, естественно, Рансдейл выйдет. Здесь уже атака Арсенала в концовке первого тайма. Жезус отлично момент сейчас будет иметь. Поэтому нам бы... Ну нет, только не так. Вроде как справились. Вроде как справились. И вот наш теперь момент. В начале второго тайма. Дукурест мячом, и Эвертон атакует. Таунсенд. А Таунсенд-то неплохо проходит. Ну а здесь Габриэль. Против Габриэля действительно тяжело. А что-то показать. И вот сольный проход. Есть шанс в хорошую контратаку сейчас прямо убежать. Для Марсиаля там просто никого нет впереди. Прошу прощения сейчас за голос. И Марсиаль. Ну все. Получилось реализовать вот такой вот момент. И Эвертон выходит вперед в матче против Арсенала в четвертьфинале Кубка Карабао. Понятно, что это все. Серьезно. Незначимый, конечно, трофей. Но Эвертон проходит в полуфинал. Обыгрывает лондонский Арсенал. Замечательно. Просто единственный удар в створ. Вроде у нас 4 удара было на самом деле. Момент 1. Вот как-то так. Марсиаль. Лучший игрок встречи. 9.0 у него оценка. Итак. Остан Вилла. По пенальти переиграли Нотингем Форест. Манчестер Сити. 3-1 обыграл Эксетер Сити. И Эмью. То есть, ну, финал, как кажется. Будет, естественно, Сити Юнайтед. Если они, конечно, не попадутся в полуфинале. Ну, я, естественно, хочу сыграть с Остан Виллой в полуфинале. Чтобы выйти в финал. Чтобы хоть какие-то у меня шансы были на выход. Потому что против Сити и против Эмью будет очень трудно нам сыграть. Так. Ну, я так понимаю, да. Нам выпал именно Сити. К сожалению. Двухматчевое противостояние в Кубке Караба у нас ожидает. Поэтому. Поэтому. А здесь еще и Кубок Англии, я так понимаю. Добавляется. Команда вообще из, вроде, Лига Ту называется. Свиндаун Таун. Если ничего не путаю. Поэтому. Поэтому. Что я могу здесь сказать? Ну, с Брэнфордом придется вторым составом играть. С Лестером, значит, первым. И с Лидцем вторым. Так. Сборная Чехии нам предлагает стать главным тренером. Отклоняем. И так. Игра против Лидца. Ставим на ворота только Пикфорда. И все. Так будет играть второй состав. Не знаю, получится у них что-то показать или нет. Просто интересно. Против Бэнфорда, Родриго, Синистеры. Вот что покажут мои игроки. Наконец-то у нас вот выездная игра. Поехали. Итак, снег на стадионе. Мы на Элленд Род. Лидц против Эвертона. И получится ли у нас наконец-то сегодня, впервые за выпуск, победить в английской премьер-лиге? Потому что до этого только два матча по нулям были. Против Нью-Касла и Брайтона. Поэтому сейчас, обыграв Арсенал, хоть и в кубке, но... Какая-то уверенность должна присутствовать. Так, а здесь фолл был. Но мы, главное, спокойны здесь. Все. Коуди отлично отыграл. Пас назад. И у нас угловой. Уже начало второго тайма. Гордон у мяча. Ну вот посмотрим, получится ли у него хорошо там подать. А, кстати, ну как-то подача-то интересно шла. Дэвис тоже вот пробил. Заблокировали. Так, пенальти не будет? Нет, Фирпу. Здесь чисто мяч отобрал. Эвертон атакует. 59-ая минута. Есть, в принципе, вариант. Но главное сейчас мяч не потерять сразу. Немного так пошире играем. Гордон. Анана. Просто на Кальверта Льюина. Вот так, действительно. Кальверт Льюин. 1-0. Хоть он и играет у нас во втором составе, должен реализовывать такие моменты. У него и получилось. То есть в практике игровой времени получают у меня как и Марсиаль, так и Кальверт Льюин одинаково буквально. Просто играют против разных соперников по силе. И вот опасный момент. Улица и... Ну я... А что здесь мне оставалось делать? Ну, только лишь выбегать вратарем. Потому что защита бы уже точно не успела. И Бэмфорд сразу же сравнивает. Так, ну еще и возможности у Лицы есть. Выйти вперед. Потому что ждать, когда сместиться с вратарем, там нет смысла никакого. А так хоть какой-то был вариант. Что не забьет. Но он забил. Итак, штрафной. 82-ая минута. Я не знаю, стоит ли бить. Мне кажется, стоит разыграть. И в обе. Через она, ну сразу так. И вот он. Какой момент. Какой момент. И почему сразу-то не пробили? Ну да ладно. Забивает Гордон. Прямо как на футболке у него. 1-2. В пользу Эвертона. Замечательно. Замечательно. А вот наш молодой игрок. На которого мы сделали ставку. На весь этот сезон. И еще очередной штрафной. Поэтому я, наверное, так же. Пожалуй, бы разыграл. Почему бы и нет. Просто много людей возле себя так. Возьмем. Канана. Кин. А если на дальнюю? А если на дальнюю? Нет. На дальнюю кого? Ну, были точнее. Но попытку не получилось реализовать. И здесь тоже подбор мы проиграли. И все. Финальный свисток. Победа. Минимальная. Эвертона. На выезде. Над Литцем. Вторым составом. Ребята, молодцы. Можно было, конечно, и получше в обороне отыграть. Вот именно с голом Бэнфорда. Но все же. Гордон. Игрок матча. 9-2. У него оценка. Итак, Пикфорд рад тому количеству времени, что мы ему даем вот в матчах. Ну, а кто, если не вот? У нас Бегович второй вратарь. Который просто вот, наверное, у нас на всякий случай. Что вдруг там, дай бог, что ему произойдет с Пикфордом. Поэтому просто на подстраховке. А так, ну, Пикфорд у нас основной голкипер. Играем сейчас против Лестера. Они почему-то очень так слабо идут. 17-е место. Ну, а мы подобрались вплотную. Я так понимаю, МЮ сейчас в Лиге Европы. Вот на месте, так сказать. Пятая строчка у них. Мы идем на шестой. Я не знаю, это тоже может быть Лига Европы. А седьмое место там это Лига Конференций. Но кто-то же может выиграть еще и Кубок Англии. Поэтому там сразу мест побольше, может быть, будет у нас по АПЛ. Поэтому мы, скорее всего, уже точно в каких-то Еврокубках. Ну, вот не хотелось бы ни в Лигу Чемпионов. Может быть, даже и не в Лигу Европы, а вот с Лиги Конференций начать. Почему бы и нет? Там обкатывать игроков молодых. Там бы они получали практику. Ну, а пока у нас игра против Лестера. Ну, буду. Буду, естественно, играть против них первым составом. Против Бэмфорда вторым. И там как раз будет игра против Манчестер Сити. Поэтому наш состав в наших кранах. Состав Лестера тоже. Поехали. Итак, АПЛ. Эвертон против Лестер Сити. Гудисон Парк. Не везет. В АПЛ нам сегодня именно на домашнем стадионе два ничейных результата. 0-0. И вот так сразу на шестой минуте уже сольный проход. Там Николенко. Последнего защитника будет играть против Ихианачо. Не знаю, получится или нет. А вот так сразу он бьет. Я даже накрыть-то не успел. Лестер выходит вперед на первых минутах. Хотя я играю против них сейчас первым составом. Хоть они идут на 17-м месте, но недооценивать я их не стал. В итоге Докуре через Марсиале. Еще и странно, наверное, что Ихианачо первый гол в первом же матче. Мне кажется, он играл уже когда-то. Какая-то недоработка. Вот Электроников 3-4 минута. Нам надо отыгрываться обязательно. Мне постараться забить два мяча, потому что терять очки против Лестера я не хочу. Итак, угловой. Но здесь Иверсон отлично мяч потащил. Еще и контратака. От Лестера у меня все игроки на чужой половине поля. Главное, сейчас закидушку никакую не пропустить. Ни диди. А, вот до свидания, ни диди. Не смог мяч сохранить. И снова Лестер. Снова Лестер. Здесь идет уже второй тайм. Что-то дрыгается Барнс. Спокойно. Ух, какая передача. И что там. А нам ничего не показали. Но, скорее всего, удар все-таки мимо был. Там 50 на 50. Либо бы в девятку залетел, либо мимо. Но, скорее всего, мимо. Таунсенд. Здесь и Марсиаль. И пошел Антони. Нет. Не прошли Саюнсу. К сожалению, и вот еще одна атака. Есть там два защитника. Последних Саюнсу и Вестергард, скорее всего. Так, ну нам бы подмога. Ну а здесь. Нет. И снова Саюнсу нас просто съедает. И все. Домашнее поражение от Лестера. Замечательно. Марсиаль. Два момента у нас, получается, запорол. Саюнсу. Герой. А также герой еще и Хианачо. Хианачо. Потому что на первых минутах охладнокровно реализовал свой момент. Единственный буквально момент был у Лестера. И вот они и победили благодаря этому. Итак, Винагре отозвали из аренды. Спортинг, потому что сказали, что он мало времени, скорее всего, у нас получал. Прайс. Джон Макнейл. Ну давайте по всем, чтобы я тоже вспоминал. Прайс отправился в Финнхардс. В краткосрочную аренду Джон в Лас-Пальма. С Макнейл в Милан на полгода и все. Поэтому как-то так. И у нас, получается, две проблемные зоны теперь. Это Миколенко на позиции левого защитника будет играть у нас в двух составах. И Коуди, который у нас, в принципе, и был. Поэтому я бы хотел тут уже, наверное, как-то самолично поискать. И центрального защитника, и левого нам именно в аренду. Не знаю, есть такие там или нет. Желательно каких-нибудь хороших. А здесь всего-то их. Вы посмотрите. Это что такое? Какое-то вот Ману Лама. Миллион четыреста пятьдесят у него отступные. Но это очень плохо, конечно. Что у нас с позицией левого защитника? А здесь еще все хуже. Прямо тут в аренду лишь только молодых выставляют. Я не знаю, посмотреть свободных агентов, может, уже. Вообще нету вот ни одного левого защитника. Центрального, скорее всего, тоже. Нет, центрального есть. И, кстати, вот этот вот. Игрок. Я его, если не ошибаюсь, в карьеру за... За вот кругосветку в Херенвен подписывал. Поэтому я бы посмотрел. Катарца. Давайте посмотрим, почему бы и нет. Не знаю уже, что делать там. Мне просто нужны какие-то вот игроки в аренду желательно. На позицию центрального и левого защитника. Так, ну что же. Я поискал самолично. Там даже просто уже посмотрел молодых игроков в АПЛ на позицию центрального защитника и левого. Потом, в принципе, зашел на эти две позиции в АПЛ. Увидел, что у одного игрока... Его просто даже выставили на трансфер. У него и контракт заканчивается через полгода с клубом. Его выставили на трансфер. Он, правда, возрастной. Но, не знаю, нам на полгода, может быть, хватит. Поэтому пока что по этим игрокам ищется информация. Там точно вот до конца трансферного окна мы должны уже подписать двух игроков. Как-нибудь, вот кого-нибудь, но должны на эти две позиции. Если даже не получится, мне придется забирать Нкунку из Кардифа. Это именно если на позицию левого защитника. А позиция центрального... Вот, кстати, я поназдавал здесь в аренду. Тот же, того же Холгейта можно вернуть. Поэтому вот как-то так. У Элча у нас никто не берет. Поэтому, в принципе, не так уж что-то и проблемно. Заплатить какие-то условные деньги, чтобы вернуть своего же игрока из аренды. Это мы вот посмотрим. Но сейчас у нас игра против Брэнфорда. Они идут на 18-м месте. Мы идем на 6-м. 7 очков у нас отставания до 5-го места. Здесь еще раз говорю, нам не обязательно какое-то место. Вот именно высоко занимать. Хотя бы Еврокубки. Минимальные. Буду рад даже Лиге Конференций. Поэтому лидерство у нас над Кристал Пелосом в 1 очко. Но и игра в запасе. Ну что же, пока что самый трудный период для нас, как мне кажется. Это вот именно трансферный сейчас. Январь пережить. Потому что Колоди и Миколенко будут без замен играть. Увидел еще что за Брэнфорд. Почему-то сейчас играет Мкетти из Арсенала. Я не знаю. В аренду может быть в зале кто знает. Здесь вот так поставим. Поэтому у них Дамсгор. Беуму. То есть есть интересные игроки. С Пракоши также. Поэтому посмотрим. Мы играем все же вторым составом. Потому что у нас дальше игра против Манчестер Сити. Ну и надо вот за поражение от Лестера тоже набирать теперь свои очки. Терять нам их больше нельзя. Итак, английская премьер-лига. Очередной у нас матч. Играем против Брэнфорда. Выездная для нас игра. Но вот посмотрим. Второй состав у меня обыграл. Если я ничего не путаю. Нью-Кассел вроде. Мы 2-1 обыграли. Вот на первых минутах, прям как у Лестера был момент. Теперь надо нам реализовать Кальверт-Люин. Никого там нету впереди. И только лишь вот Хики. Здесь уже нам помощь нужна была. Все. Момент, можно сказать, запороли. Забить сразу будет трудновато. А вот и Дэвис. И Дэвис тоже. Момент вот запорол. Хотя отлично. Выдали ему все. Но вот. Наверное, не рабочий ногой все-таки левый пробивал. Забить не получилось. Теперь уже атака Брэнфорда. Да. Но здесь сразу Ковади. Отлично. Ковади тоже у нас заберут. Он все-таки у нас арендован. Из Уолверхэмптона он к нам пришел. Но его вроде, слава богу, не забрали у нас обратно. Потому что играет абсолютно все матчи. Ну вот. Момент за моментом у нас получается. И отбиваться. Но вот теперь желательно бы еще и забивать. С мячом и воби. Аккуратно. Аккуратно вот здесь пройдем. Проход. Кальверт Льюин. Если сейчас забьет дубль, будет просто красавчиком. Там также один лишь защитник. Ну, замечательно. И сразу же наложен он его даже качнуть не получился. А вот штрафной. Штрафный. Я бить не умею. Тут чисто повезет, не повезет. Вроде как забивал. Уже в этой части. Поэтому вообще бы посмотреть, кто у нас здесь. Ну да, здесь Гордон неплохо может пробить. Это сильно, мне кажется, я сейчас пробил. Да. Ну. Главная победа. Главная победа. Минимальная выездная. Но победа вторым составом это вообще вдвойне приятнее. И вот сейчас будем готовиться к игре против Манчестер Сити. Лучшим стал Дэвис и Кальверт Льюин. Ну, у одного гола, у другого голевая. Ну что же, здесь нам ничего не остается делать. Играть только первым составом. У них самый боевой состав. У Сити. А у нас дальше игра против команды из второго английского дивизиона. Поэтому там даже, скорее всего, и Бегович выйдет. Поэтому у нас остается лишь только выпускать стартый состав. И надеяться на то, что много не пропустим. Кубок Карабао. И первый матч у нас снова дома. Против Арсенала мы здесь неплохо отыграли. Минимально их победили. Но вот главный фаворит этого турнира. Ну, вот на стадии полуфинала уже точно можно оценивать все команды. Поэтому Сити и Юнайтед могут встретиться в финале. Да не могут, а должны встретиться в том самом решающем матче. Но мы будем лишь только командой, которая может быть какую-то сенсацию сделает. Де Брюйне забивает. Я даже ничего здесь не смог с защитником. Уже просто свалить хотел. А вообще ничего не вышло. У нас какая-то возможность навесить получилась. Поэтому посмотрим за Грея. И неплохо. Ну и все. Так. Вот. Шансы появляются. Может быть. В прошлом игрок Юнайтеда сейчас шикарно забьет ворота Сити. Кто знает. А вот и Марсиале знает. Он неплохо убегает. Ну и тут, естественно, Диаш накрывает. Вот плохо. Плохо, что не реализовали. И сейчас еще сольный проход Фодена. Там и Холланд, может быть, подбежит. Это все. Я бегу. Как только могу. Все. Отлично. Теперь наша атака уже во втором тайме. Более-менее сейчас можно вот направо на Таунсенда отдать. Если он там нормально будет забегать. Нет. Он там вообще никак не забегал. Да и Марсиале снова мяч вот теряет. Ну вот контратака. 15 минут до конца. Там 14. Поэтому больше моментов, скорее всего, у нас не будет. Надо пробовать. Надо пробовать. На Марсиале шикарная передача. Пошла Марсиаль. 1-1. Отлично. Реализовали контратаку. Вот забили бы, если бы в том моменте, когда Рубен Диаш дограл Антони Марсиале, то, может быть, и повезло бы в этом матче. И победу могли бы вырвать. А так забили за 15 минут до конца. И все. Слава богу, смогли. Смогли хоть один мяч забить Сити. И все решится в городе Манчестере. В ответном матче полуфинала. И вот Уэйн Руни сыграл в ничью против Хосепа Гвардиолы. Но лучшим все-таки стал Дебрюй на 8-5. У него оценка. Так, нам тут помощник тренера говорит. У Еремины графика развития отлично пошел. В 28 лет уже плюс 2 к рейтингу за полгода. Поэтому сейчас, может быть, другую ему просто тренировочку поставим. И он быстрее там прокачается. Так, Дэвис говорит снова, что в хорошей форме. Он и будет, в принципе, играть. Потому что это игрок второго состава. И я даже Беговича рискну и выпущу на стадии 1-32 против Синдоунтауна. Все, вот он наш второй состав. Миколенко, Ковади, которые незаменимые у нас. Выйдут сейчас против вот этих ребят. Никого не знаю из них. Ну вот, поехали. Ну что же, мы играем дома. И это тоже мне как-то вот странно. Потому что на таких стадиях сильная команда должна приезжать в гости. К команде, которая идет слабее там даже по чемпионату. Все-таки это вообще другая лига даже. Поэтому вот это мне как-то странно. Уж лучше мы порадовали болельщиков Синдоунтауна и приехали к ним. Но играем дома. Здесь мы сыграли в Ничью Сити. Здесь мы обыграли Арсенал. Правда, в кубке Карабао. Но посмотрим. Кальверт Льюин. Здесь все. Здесь ни в коем случае. Здесь надо каждый свой момент реализовывать. Я надеюсь, что так оно и выйдет. Кальверт Льюин. Ну, здесь ему подковырнули. Еще Синдоунтауна возможность навесить получает. Ну, в принципе. В принципе, более-менее реалистично. Потому что такие матчи не всегда в одну калитку проходят. На ранних стадиях вылетают топовые команды. Я так, более-менее себя успокаиваю. И успокаиваю из-за того, что Гордон у нас в табло, вот в это вот билборд вошел сейчас. Но я не знаю, что здесь. Надо как-то хлестко, но с закруткой подавать на дальнюю. И нет. Выиграть вверх не получилось. Так, ну а здесь зато мяч у нас остался. И в обе. И отлично. Вот так вот. Все. Аккуратненько разыграли этот штрафной. Его бегалевая на кальверта Льюина. И тот забивает. В принципе, даже в таких матчах ему надо забивать. Потому что потом я буду смотреть по итогам сезона. Кто сколько в сумме забил за сезон. Товарищеские игры там не буду брать. Но вот даже Кубок Англии это все-таки важный турнир. Как раз победители Кубка Англии там попадут в групповую стадию Лиги Европы. Поэтому вдруг повезет нам. С жеребьевкой. А здесь еще и пенальти. Ну замечательно. Бегович. Вся надежда на тебя. Надо смотреть, куда же он будет бить. А вправо, думаю. Конечно вправо. И Бегович выручает. Ну все, здесь 90 минута. Свиндон Таун уже не получит никакую атаку. Обидно, что минимально как-то здесь мы их переиграли. Но у нас сильно-то и моментов. Возле ворот не было. Еще и неточный пас здесь. Замечательно. Свистеть. Да. Минимальная победа над Свиндон Тауном. Главное, что в основное время мы их победили. Если бы вроде не победили, была бы переигровка. А нам вот второй матч никак не надо проводить. Для Беговича это тоже плюс. Отыграл насухо. Еще и пенку отбил. Замечательно. Так, нам сообщение Дэвис. Все так же радуется, что мы его выпускаем. Когда он нас попросил, что у него форма. И Бегович нас поблагодарил. Что дали вот действительно шанс против хоть такой команды, но дали. Поэтому блестящий юноша. Действительно сейчас ответим Беговичу. Который там, мне кажется, даже старше Уэйна Руни. Так, и у нас предложение по Пикфорду. За 25,5 миллионов. О, хочет подписать Саунд Гемптон. Ну, какой Саунд Гемптон? Я понимаю бы, если там, ладно, топовая команда ВПЛ им интересовалась. Так, Саунд Гемптон, который, я не знаю, там наравне с нами, наверное, идет. Даже ниже. Поэтому какой смысл ему туда уходить? Пикфорд, основной вратарь сборной Англии. Так, а здесь у нас, о, кстати, по аренде. Пришло Уэлча, хотят подписать. Я даже не знаю, что это за Куили Рон Метрополи. Это французская какая-то команда или что? Давайте поручить. Просто аренда. И вот краткосрочная. Все, здесь мы договорились. И нам 95 тысяч фунтов стерлинга заплатили за матч против Свиндон Тауна. И, скорее всего, уже есть даже соперник на следующую стадию. Давайте-ка посмотрим. Да, вот здесь вот прямо записалось. Команда Престон. Тоже. Небезызвестная лично для меня. Мы за эту команду в FIFA 20 делали карьеру за канал. Просто это единственная была команда в чемпионшипе, у кого спонсор был Nike. Поэтому мне она вот и понравилась. Решил ее взять. Ну, повезло, не повезло, не знаю. Но составом точно будем играть вторым. Даже, может быть, и Бегович снова выйдет. Почему бы и нет? И вот он, Адам Ланг, который у нас был в поисках, так сказать, на просмотре, не на просмотре, на карандаше, там, в шорт-листе. Его уже Хёрдс подписал. Но вот этого вот Тарека Салмана, который из Катара, я его подписывать, естественно, не буду. Ну, не знаю. Я уже лучше там Холгейта из аренды верну, нежели чем буду вот того подписывать. Катарца. Поэтому нет. Ничего против катарцев не имею, но все же нет. Сейчас играем против Ноттингема. Будет играть снова второй состав. Они идут на 17-й строчке, соперники наши. Поэтому выйдет второй с Пикфордом в любом случае на воротах. Потому что, ну, как бы, ладно, против команды из второй английской лиги мы выпустили Беговича. Но вот здесь все-таки нет. Поэтому посмотрим. Эвертон против Ноттингема. Поехали. Итак, Гудисон Парк. Снова у нас АПЛ. Эвертон против Ноттингема. Ну, мы более-менее по моему личному плану, мы отлично проводим. Видите, как минимум сейчас полсезона. Разошли уже до зимнего трансферного окна. Поэтому идем в зоне Еврокубков на следующий сезон. Мне кажется, это вообще замечательно. Не знаю, успеет ли здесь Кальверт Льюин. Нет. Не успел. Скорость здесь как-то не точно такая вот передача была. В прошлом сезоне мог вообще Эвертон вылететь в чемпионшип. Но он остался. И вот здесь вот назначение Уэйна Руни. И сразу же Еврокубки через сезон. Поэтому мне кажется, это вообще замечательно. И вот он момент. На гол в английской премьер-лиге у Кальверта Льюина нету. Никого впереди. Выход 1 на 1. Но здесь надо просто теперь переиграть. Хорошо. Ха-ра-шо. Мощно, сильно. Вот так вот. С подкруточкой там R1. С R1 я пробил. Думаю, не буду я просто вот сильно на удар нажимать. Просто вот с R1 с ударом вместе. И вот, слава богу, получилось. Но вот контратака. Контратака. Ее надо сейчас постараться перехватить. Коди. Понятно. Так, Митрович. Давно ли там Митрович перешел в нотинге? А вот и пенальти. Ну, замечательно. Ладно. Бегович отбил пенальти. Посмотрим сейчас, как Пихворд отобьет. А вот и Митрович как раз. И тоже. И тоже в тот же угол хотели бить. Но нет. У нас... Да вы что, издеваетесь? А вот сейчас я не знаю, куда он действительно будет бить. Будем уже наугад здесь действовать. По центру, мне кажется, как-то будет. Нет, туда же. Он пробил туда же. Ну, что это за такое? Это два момента просто у них. Два пенальти. Вот у нотингема там за пять минут. Вот это вот уже действительно нифига не реалистично выглядит. Потому что там, мне кажется, судья реально тащит нотингем. Так, ладно, хоть сильный проход нам сделали. Но тут главное сейчас влево убежать, чтобы Кояте нас не догнал. Все, и убегаем. А здесь даже вот так можно Кальверт Люин. Ну и замечательно, конечно же. Так, мяч у нас должен был остаться. Все, надеюсь, не будет это там написано. Вы вышли за игровое поле. Ну, замечательно. Здесь еще и снова Кояте. Штрафной. Я не знаю, бить или разыгрывать. Скорее всего, может быть, лучше разыграть действительно его. Вот сюда. Нет, он тут прям вышел. А тот еще и лег. И отлично! Гордон. Не забился штрафного прямым ударом, но вот разыграли. И, слава богу, получилось выйти вперед. Это вот вам за два 11-метровых подряд. Причем второй там вообще, мне кажется, без шансов в самую девятку Митрович забил. Так, ну вот теперь штрафной у Ноттингема. Ладно. Может быть, мне они специально вот так вот показывают то, что зря вы недооценили Ноттингем, что они там внизу идут. Спокойно. Спокойно. Все, слава богу, победили. Минимально победили, нервы потрепали и себе, и болельщикам. Но победу мы добыли. Поэтому неплохо держимся там на шестой строчке. Все замечательно. Лучшим стал Гордон. 9,2 оценка. На втором там месте Калют Влювин. Так, ну и мы договорились по поводу Велча. Я не знаю, а здесь только, да, начать переговоры. Давайте, давайте поговорим. На полгода без права выкупа мы его отдаем в аренду. Сейчас по процентному там соотношению быстренько договоримся. И будем, в принципе, подписывать. Все, 60 на 40 в пользу соперника. Что они будут большую часть зарплаты платить. Ну, не соперника, а стороны принимающей этого игрока команды. Ну что же, мы идем на шестой строчке. И у нас, кстати, уже и лидерство есть. И отставание-то минимальное. Вы посмотрите, у нас одно очко отставания до Тоттенхэма. У нас два очка отставания до Ливерпуля, чтобы вы понимали. У меня ведь основная задача, пока Руни тренирует Эвертон, это чтобы Эвертон хоть как-то попытался стать лучше Ливерпуля. Понятно, что у нас не будут играть такие звезды, как у них там. Ну, и мы звезды-то и не приходили, они просто стали звездами. А в Ливерпуле тот же Мане, Салах, Ван Дайк, Ван Дейк кому как угодно. Алисон тот же, поэтому просто вы посмотрите. Понятно, что это сейчас, в середине сезона такое возможно, в конце сезона может быть. Мы вообще там внизу где-то будем идти, Ливерпуль выиграет АПЛ. Но все же, в два очка сейчас у нас отставание до Ливерпуля. И лидерство в семь очков над ближайшим преследователем, над Астанвиллой. Поэтому это вообще просто супер. Но в уходе мы все-таки первым составом против Саунгемптона. Они у нас хотели купить Пикфорда. Сейчас мы посмотрим, как это играет Пикфорд. И дальше у нас игра будет в Кубке Англии 1-16 против Престона. Там, скорее всего, Беговича я выпущу. Поэтому здесь мы выходим стартовым составом. У них, я так понимаю, Желсон Мартин же даже играет. Ну, Кабалера. Это вообще вроде второй вратарь Челси был. Но сейчас хотят Пикфорда купить. Но мы его не продадим. Поехали. Итак, АПЛ Саунгемптон принимает Эвертон. Сэт Мэри Стэдиум. Посмотрим. Посмотрим. А вдруг действительно стоило продать нам Пикфорда. Но даже сумму они какую-то маленькую ему, вот не ему точнее, а за него нам предлагали. Поэтому это было бы даже как-то просто, ну, странно. За такие копейки его продавать. Тем более адекватную замену я бы ему вряд ли нашел. За такие деньги, да коре. Кин. И вот так вот. И вот так вот. И забивает Антони Марсиаль. Быстро разыграли мы этот штрафной на 13-й минуте. И, наконец-то, забивает Марсиаль давно. Его забитых мячей я не видел. Так, атакуется он Гемптон. Тут сразу же буквально у нас небольшой провал в обороне. Но там есть все-таки игроки. Так, Мара с мячом. У нас уже и Тарковский есть. Родригес. Спокойно. Ну нет, только не так. Желсон Мартинж. Спокойно. Не надо. Не надо. Здесь у нас Коди. Все спокойно. А вот и наш сольный проход. Марсиаль на дубль может пойти. Я не знаю, там будут подключаться к атаке по левому флангу или нет. Марсиаль. А вот так вот отлично он. Проходит и забить бы. И забить это 2-0. И более-менее уверенно я себя стал теперь чувствовать. Во втором тайме будем играть. Да и сейчас какие-то моменты, скорее всего, еще и в первом будут. Вот. Замечательно. Может быть на 3-0 сразу заявочку сделаем. Давно. Давно мы не забивали, во-первых, трех мячей. В сегодняшнем выпуске вообще вроде не было. Побеждали. Со счетом 2-1 было. Но вот я в два мяча точно не вел. Поэтому вот. Вот теперь понятно, почему Сангемптон захотели купить вратаря. Не знаю. Ну не вратарские там голы. Просто вот. Можно на это вот акцентировать. Внимание. Гуе. Гуе не смог передать, что дать. Главное сейчас контр-атаку. Никакую не получите. У нас снова наша, слава богу, атака. Игра нам показывает, что вы можете на 3-0 пойти. А мы говорим, мы знаем. А вот так вот еще замечательная срезочка такая. Марсиаль. Но нет. Здесь. Калета Кар. Чалета. А у Сангемптона, кстати, удаление. Я не знаю, когда оно произошло. Но 89-я минута. Дженепо. С мячом. Прострел. Спенсер справляется. Но там Пикард. Поэтому 2-0. Сухарь. Против Сангемптона. И еще и уверенная выездная победа. Ребята, молодцы. Я не знаю, там на какой минуте вообще удаление это произошло. Но дубль Марсиаля. Молодец. Так. Какая у нас сейчас ситуация. Нам пришли все скаутские отчеты по поводу центральных защитников молодых АПЛ и левых защитников. А по Миколенко пришло еще и предложение от Рейнджерс. Мы, естественно, отклоняем. Потому что у меня, в принципе, нет левого защитника больше. Есть там один, который в кардефе в аренде. Но. Какая у нас ситуация. Какая у нас сейчас ситуация. Посмотрим тех игроков, которых я вот сейчас добавил. Многих высоветовали. Вот. Про игрока, которого я говорил. Это Фил Джонс. У него заканчивается контракт с... Ага. Я только... Вы серьезно? Так. Вот в чем суть. Мы его сейчас бесплатно можем забрать. Но это на следующий сезон. Я не знаю, а нужен ли он нам тогда вообще будет. Просто мне сейчас любой игрок нужен. И, скорее всего, я бы даже вот, ну, подписал вот этого паренька. Андре Амара. Это центральный защитник из Уэстхэма. Молодой. Просто написал центральный защитник из АПЛ в поиске. И вот. Один из них. Вот. Был еще Елде. Молодые. И рейтинги такие, что типа симпатичные. Могут развиться. Поэтому. Подписать его. Хотя. Ага. Замечательный. Он недавно, наверное, только полгода играет в Уэстхэме. Я попробую, не знаю, сейчас, не сейчас, его подписать. День. Денег нам хватает. Потому что, если мы его сейчас подпишем и не будем возвращать из аренды нашего Холгейта, который там в Айбаре играет, уйдет от нас Ковади в следующем сезоне. Вулверхэмптон вернется обратно. И вот как раз Холгейт вернется. А Амара мы, может быть, сдадим в аренду. Если он там как-нибудь разовьется, то будет просто замечательно. Поэтому давайте попробуем. Попробуем подписать. Да, скорее всего, он полгода назад присоединился к Уэстхэму. Но сейчас посмотрим, получится ли нам с ними договориться. Ну, давайте, предложим. Ну, сколько? Два миллиона. Почему бы и нет? При перепродаже хотят еще и 2%. Исключаем. Просто два миллиона. Все. Уэстхэму согласились. Вообще замечательно. По поводу Фила Джонса я могу ради прикола просто, там, знаете, его подписать. Потому что, ну, он игрок Манчестера Юнайтеда. Он играл, скорее всего, когда еще и Руни был. Вот. Ну, как играл? Был просто в команде. Поэтому просто как талисман такой на старости лет мы можем подписать Фила Джонса. Поэтому давайте сейчас просто на будущее решим. По поводу Амарра. Нет, ему не нравится перспективного, он хочет нерегулярного. Хорошо. Ну, и на сколько? Ну, давай на 4 года. Все, на 4 года договорились. Что по зарплате? Они сами скажут, я надеюсь? Нет, к сожалению. Ну, сколько? У него сейчас актуальная 12,5. Давай я тебе 12 предложу. Будешь ты рад? Конечно, он будет рад. Там, скорее всего, и меньше можно было предлагать. Вот, большую какую-то, наверное, зарплату я ему предложил. Понятно, не топовое подписание, но нам хоть кто-то нужен был на ротацию. И выходит, что только вот Андре Амарро. Надо сейчас, в принципе, я не знаю, время там хватит мне или нет, посмотреть игроков на позицию левого защитника. И также вот кого-нибудь уже не с помощью скаутов там подписать, а просто вот самолично найти. Поэтому пока что Джонс пусть у нас здесь повисит. И вот чуть попозже, может быть, я подпишу. Так, и у нас здесь, я так понимаю, это ушел вот как раз Уэллч в аренду. Все, проводы устроили. Игрока отпустили. Через полгода к нам вернется. Так, сборная Дани предлагается главным тренером. Мы тоже отклоняем. Так, ну, второй состав у меня готов. Даже, ну, кстати, бегает что-то в минус один. Все равно у него тонус, я не знаю почему. Но рискну и выпущу его, я не знаю. Хоть и чемпионшип вроде против нас будет играть, но все же посмотрим. И, кстати, надо уже, наверное, второй состав вот этого вот. Так, и сюда замечательно зашел. Выставить того игрока, которого вот мы сейчас подписали из... Хочу бы вспомнить, откуда мы его подписали. Ладно. Вот Амара из Вестхэма. Поэтому, ну, посмотрим, почему бы и нет. Вот так вот даже если поставим, просто посмотреть. Может быть, что-то действительно из него выйдет. Поехали. И так, Кубок Англии. И вот, наконец-то, мы на выезде. Молтон Роуд. Стадион Престона. Вроде как просто не лицензионный. И играет снова у нас сегодня Бегович на воротах. Сделал такой небольшой перформанс. Он насухо отыграл против команды из второй английской лиги. Тут удивляться не надо. Но еще и пенальти отбил. Поэтому здесь уже можно порадоваться за возрастного игрока. Наша команда Кальверт Левин. Два мяча. Он уже забил в Кубке Англии. Здесь я действительно ничего не путаю. Поэтому супер. На первых минутах с первой же атаки мы вышли вперед. И здесь очередная у нас идет атака. Мяч до Кальверта Левина сейчас дойдет. И не знаю, там очень много игроков в обороне. Что с ними делать? А они сами себя здесь подвели. Столкнулись между собой. А у нас идет уже второй тайм. Но вот Кальверт Левин в прошлом моменте мог забивать. Делал что-то 2-0. Но что-то вот не вышло. А вот и Гордон. Кальверт Левин. И на Гордона. И удар. И это 2-0. Гордон неплохо у нас раскрылся. Мы выбрали именно его кандидатуру на то, что он будет играть в этом сезоне у нас. А Макнейла сдали в аренду. Причем я не припомню, кто хотел взять в Барусю Дортмунд. Вот Гордона или Макнейла? Вот кого? Честно, не припомню сейчас. Но в итоге Макнейл ушел на полгода в Милан. Макнейл вернется. И посмотрим уже там. Но пока что Гордон очень хорошо играет. Даже в сегодняшнем выпуске уже 3 мяча вроде забил. 2 ВПЛ. Причем дебютный свой гол. Это что такое сейчас было? Почему мне не дали? Тут же не на времени на какое. Я никуда вроде ни за какую зону не заходил. Просто забрали сейчас. Атаку мою. Отлично, Гудфри. Справился. Так, ну и сольный проход. Но где же он сольный, когда здесь везде защитники нам сейчас будут мешать? И бежит Кальверт Льюин. Ну а здесь уже, я не знаю, это Гордон? Нет, это не Гордон вроде был, а Дэвис. Еще один сольный проход нам дают. Замечательно. Здесь теперь Алла Сунде. Вроде как Кальверт Льюин неплохо прошел. А это Бауэр даже был. А вот и пенальти. А вот и пенальти на 90 минуте. Вот Бегович сможет ли сделать еще один перформанс. Сейчас смотрим. Два матча подряд Бегович в Кубке Англии отбивает пенальти. Просто замечательно. И почему-то все четыре пенальти, которые, или сколько там, пять, нет, вру, четыре, да, четыре пенальти, три из которых мы отбили, один пробил Митрович в самую девятину, просто били в правый угол. Я не понимаю, почему. Столько не стоит. Хави Симонс. Хави Симонс. Многие мне его советовали, поэтому, а может быть, давайте, почему бы и нет. То есть это действительно, вот, вложение в молодежь. Если мы, а он в аренде сейчас, нет, нет, его купили уже из ПСЖ, поэтому давайте попробуем. Почему бы и нет. Поторгуемся только. Я даже не знаю, давайте вот эти вот поручить, потому что у меня как-то очень даже неплохо получалось. Так, 22 800, давайте поручить. Смотрите, начальное предложение. А сколько? 23 500, скажем так. А здесь не продавать дешевле, ну, 20 миллионов, мне кажется. Вот так вот можно. Давайте попробуем. Почему бы и нет. Возрастного Докуре за 20 миллионов продать, хоть и в клуб соперник в английской премьер-лиге для нас, но зато мы подпишем Хави Симонса, которого вы как раз и просили еще на старте этой карьеры. Будет, мне кажется, просто замечательно. И все супер. Так, а у нас пошли предложения там по аренде. Вот, кстати, Коллинз, я так понимаю, это наш воспитанник. Карл Сруэ, хотят его забрать в аренду Носпромвыкупа. Давайте договоримся просто на аренду. И Еремину хотят подписать в Аталанту. Конечно, шикарные деньги за него предлагают. Ну, у нас Еремина в форме, но вот его я точно пока не хочу продавать. У него и возраст еще не такой, чтобы можно было искать ему альтернативу, там, замену где-то. Поэтому давайте не будем, хоть он сейчас и в хорошей форме, поэтому лучше оставим. Денег у нас просто сейчас не будет найти адекватную ему замену. И вот сейчас Абдулай Декуре, может быть, проводит последнюю игру за Эвертон. Следующая у нас игра как раз будет против Арсенала. И как не в полуфинале Кубка Карабао против Манчестер Сити показать свою топовую игру, постараться выиграть. А у них, кстати, Педри, они еще и Педри подписали. Вообще замечательная у них трансферная там политика. Посмотрим. 1-1 мы сыграли с ними на Этихаде, на Этихаде, да, на Гудисон парке в Ливерпуле. Поэтому сейчас играем в Манчестере на Этихаде, поехали. Итак, Кубок Карабао, полуфинал. Против Манчестера мы, можно сказать, отлично даже сыграли дома. 1-1, хоть и пропустили быстро от Дебрюйна, потом все-таки Марсиаль реализовал свой момент. Смотрим. Сольный проход от Сити, Фоден, сейчас будет с мячом, поэтому просто пробуем отобрать мяч. Он не пиковый, так же как и... Ох, ну как так провалились-то. Ужасно, Пикфорд, молодец. Пиковых игроков я буду называть тех, у кого вот стрелочка вот эта вверх идет. То есть мне кажется, это игроки не только ключевые, но и в хорошей форме, потому что у Холланда, например, этой стрелочки нет. Так, Гуе. Через Докуре. Таунсенд. Ну, ой, 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 Аканжи. Забил мне тут Антони Марсиаля. Так, а вот у Мореза, кстати, пиковая форма идет. Против него сейчас скин будет. И... И отлично. Я сам вышел здесь за Пикфорда. И повезло. А вот штрафной, не знаю, но он может сейчас засадить. Просто... Не знаю, стоит ли бежать на угол. Прикройте, пожалуйста, там. Вот я сейчас так отойду немножечко. Ой, 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 ой. С такой силой прям полетел. А у нас вроде и ни одного момента не было. А нет, один был, когда Аканжи Марсиаля свалил и все. Поэтому мы пока только лишь обороняемся. Все, вроде, я же отобронялся уже. Здесь можно и через вратаря как-нибудь так отыграть. Дайте мне мой момент. Сольный там какой-нибудь. Но если будет пенальти, я буду рад. Потому что это для контента вообще топ. Но вот это вот не топ. Это Рубен Диеш сейчас перехватил. 70-я минута. Контратака от Манчестер Сити. Но пока что мы отлично держимся. Больше часа не пропускаем. Так, там ассай, да, был. Вообще супер. И наша атака. Отлично. Чем ближе к 90-й минуте, И тем моментов-то меньше, может быть, у Сити. И меньше шанс, что мы пропустим. Поэтому так-то супер. Гордон, Марсиаль. А вот так вот. Не ожидали. А здесь у нас Виталий Миколенко. Ну и все, здесь уже и Дебрюин. И что? Сольный проход. Ну, замечательно. Здесь Холланд. Впрочем, у него Миколенко как раз. Там еще забегает Морес. Ну нет, ну нет, ну только не так. Ну только не так. Моя ужасная игра, да, сейчас в обороне. И все. Ну а что здесь остается? Финальный свисток, естественно, после этого. Ну, мы так, мне кажется, хорошо для себя дошли до полуфинала. Неплохо отыграли там с Арсеналом. Но против Сити не получилось добороться лишь только мне. Все. Команда играла хорошо. Вот. Не повезло. Ну и, кстати, финал-то будет. Остан Вилла Манчестер Сити. Поэтому, если мы бы обыграли Сити, у нас были бы хорошие шансы на победу в Кубке Карабао. МЮ как-то. Первый матч дома. Причем они проиграли. Со счетом 1-2. И вот уже на выезде сыграли в ничью. То есть не обыграли в двух матчах Остан Вилла. Очень странно. Так. Смотрите, что у нас идет еще и дальше. Идреса Гуе хотят подписать за 13 миллионов в Манчестер Юнати. Это, кстати, за 23,5 миллиона договорился наш помощник с Арсеналом. Поэтому... А что я могу сказать? Ну, только соглашаемся. Все. То есть давайте здесь тоже, может быть, поторгуемся. Какого-нибудь молодого за... Сейчас давайте подумаем. А за сколько можно? Так, начальное. Давайте, ну, 20 миллионов. Так же примерно. А здесь... Ну, вот так вот. А просто возьмем, ну, немножко повыпендриваемся. Даже не повыпендриваемся, а более свой такой, знаете, характер. Проявим здесь, скажем. А вот не продается он дешевле, знаете ли. Поэтому как-то так. А кого мне теперь подписывают? А мне быстро-то они сейчас не найдут вроде. Мои скауты, там, какого-нибудь хорошего полузащитника. Дайте попробую, может все-таки получится. Так, ну, центральный полузащитник, если мы сейчас будем еще и продавать. Идреса Гуе, то это усиление основы. Не знаю, там 16, 29. Вот так вот поставим. Там за 20 миллионов кого-нибудь найдите мне, пожалуйста. И мне желательно быстро с ним договориться. Так, с Коллинсом здесь договорились мы. И он уходит в Карлос Руэ. В Германию, не знаю, это вторая там Бундеслига или третья все еще. Поэтому, ну, хоть какую-то практику он получит. Это уже большой плюс. Все, 60 на 40, замечательно. Мы договорились, ждем теперь его уход. А у нас игра снова против Арсенала. Арсенал-то, кстати, я-то думал, они повыше идут. А они вот где, на 11-й строчке. А мы на пятую уже, кстати, поднялись. Обогнали мы Тоттенхэм. И теперь можем еще и зацепиться за Лигу Чемпионов. А представляете, выбить Ливерпуль и занять четвертую строчку, Ливерпуль пятую займет. Но это просто будет шик. Поэтому надо сейчас нам, естественно, выходить первым составом. Я понимаю, что он у нас более-менее уставший, но надо. Так, а также нам еще надо вместо Коуди во второй состав поставить нашего вот этого вот новенького Амарро. Амарро, чтобы он там тренировался хотя бы как минимум с командой. Ну и пока что Миколенко. Я даже не ищу сейчас других вариантов на подписание на позицию Миколенко. Я, скорее всего, просто заберу нашего левозащитника, который там в Кардифе играет. И все. Потому что это как минимум мой игрок и будет получать у нас практику. Ну и вроде все. Это последняя игра в сегодняшнем выпуске. 1-0 вроде как мы их обыграли в Кубке Карабао в четвертьфинале. Поэтому теперь надо в АПЛ. Поехали. Итак, АПЛ. Эвертон против Арсенала. Посмотрим. Мяч, мяч, мяч даже не поставили на пьедестал этот тумбу. Для мячей. Посмотрим. А вот здесь сразу стольный проход. Замечательно. Марсиаль. Я, кстати, не знаю. Даже не смотрел. А кто у нас сейчас там ключевой игрок. Давайте будем подводить итоги после каждого выпуска. Потом забитым мячам, к примеру. И Марсиаль 1-0. Супер. С первых же минут Эвертон выходит вперед. Десятая минута. И забивает Антони Марсиаль. Которого уже не верили в городе Манчестере. Который спас нам как минимум один матч. Против Манчестер Сити. В полуфинале Кубка Карабао. Забив ворота Манчестер Сити. Но вот. МЮ. Не верили. В этого парня. Ну и в принципе там сам Марсиаль. В какой-то мере виноват. Что не показывал тех результатов. От которого вот. Которых от него и ждали. Ушел в аренду в Севилью. Ну а дальше. Все вы прекрасно знаете. Мы просто его подписали. Потому что нам нужен был хороший нападающий. Желательно вот действительно с рейтингом там 80+. Таунсенд. Сразу же на Кальверта Льюина. Тут уже и Льюин вышел. А если Лонгшот. Ну спасибо. Кальверт Льюин. Сейчас нам запорол момент. Я надеюсь что потом это нам не аукнется. Так Докуре с мячом. Который кстати еще не перешел. В Арсенал. Доигрывает. Я так понимаю он вот последнюю игру. И вот. Главное чтобы мы сейчас не проиграли. Будет очень обидно что. Нас обыграет Арсенал. Еще и Докуре к ним потом уйдет. Причем знаете ли. За плохие деньги уходит. Мы еще и в плюсе будем. С этих сделок. Если я сейчас еще и Хави Симмонса подпишу. Там точно большой будет плюс. Нет. Слава богу Пуадо нам не забивает. И сольный проход на последних минутах конечно же. За Арсеналом. Один у меня защитник это Кин против Жезуса. Поехали. Ой-ой-ой-ой. Не надо так издалека бить. Хотя лучше бей. Все. Вторая победа подряд над Арсеналом. Та была в кубке Карабао. Здесь это уже английская премьер лига. За прошлое поражение. Мы там вроде на последних минутах как раз от Жезуса пропустили. На Эмирейт. Поэтому. Там мы проиграли 1-2. А здесь выиграли 1-0. Ребята молодцы. А Ливер Пульта теряет очки против Брэндфорда. И мы сейчас должны их обойти как мне кажется. И попасть на четвертую строчку. Это если я все правильно сейчас понимаю. Мою. Нет. Но мы с ними сравнялись. Это уже радует. Так. Миколинг нам здесь говорит. Привет тренер. Вокруг уже все говорят о том, что у меня на новую позицию переводите. Я не хотел ни на какого ни на левого вингера. Поэтому ты левый защитник. Все. У меня левых защитников-то нет. Куда я тебя должен буду переводить. Итак. Трансферы у нас. У нас там последний день трансферного окна. Докуре вроде как все. Он уже точно перешел. Поэтому у нас сейчас есть там ну сколько 12 часов или 10. Чтобы подписать Хави Симонса. Посмотрим как руководство в принципе отреагировало на продажу Докуре за 23,5 миллиона. Пожалуйста скажите что это А. Это А. Действительно я очень хорошие деньги забрал за возрастного игрока. Поэтому супер. Так. С Докуре мы решили. Мину хотят купить в Лейпциг. Я не продаю. Как минимум сейчас. Видите уже какие команды интересные им интересуются. В Нью-Кассел на таргета хотят обменять Миколенко. Ну тот же возрастной. Миколенко у нас помоложе. То есть какой мне смысл даже с вашей вот доплатой. Хави Симонс. Они просят 14 900. Можно за 11 900. Поехали. Будем пробовать. 11,5 тысяча сейчас. Ох. Надо было это наверное. Поручить даже эту сделку лучше. Нежели чем сейчас собственноручно. Ну ладно. У нас денег много сейчас. Поэтому они все равно там пропадут. Поэтому уж хоть вот так вот. Попробуем. Попробуем. Все. За 1,5. Замечательно. Мы мне кажется хорошие деньги сэкономили сейчас. Потому что 11 900 нам сказали попробовать предложить. А я даже меньше предложил. Надеюсь. То что не зря я вложил деньги вот в эту молодую звезду в Барселоны, пассажей и так далее. Какой ты. Какой ты у нас игрок. Нерегулярный пойдет тебе такая роль. Ротационный. Хорошо. Согласна у него мадам. Его агент. На сколько? Давай на 5 лет сразу. Ты в АПЛ все таки будешь играть. Игнорируем. Нет. Игнорируем. Я понимаю, что ради интереса можно было и отступные ему поставить. Но не будем. Всякие бонусы тоже исключаем. Все. За 14 000 в неделю он будет у нас играть. Подняли конечно ему зарплату. Но все же для него это тоже небольшой плюс для карьеры. То есть не получал он игровой практики в ПСЖ. Его продали в ПСВ на родину. Все. А здесь теперь он будет играть в самые сильные лиги мира. Понятно, что пока что не за самую сильную команду. Но мы только лишь начинаем строить этот проект на А. Но мы просто с вами гении трансферной политики. Поэтому вообще супер. И сейчас еще если ГУЕ мы продадим за 19 миллионов. Я не знаю. Я не знаю. Ну вот на Вард Прауза нам точно вряд ли хватит. Еще у нас есть Фил Джонс. Еще есть и Мудрик. Который сейчас и в Челси перешел. Поэтому может быть его бы и тоже стоило. Не знаю пока. Пока не знаю. У нас есть все равно даже перебор по игрокам на левом фланге. И Грей, Макнейл. Которого еле в аренду там сдали. И Гордон. Поэтому пока что не будем лишних игроков нам подписывать. Оставим так. Рассчитываем тренировку. Ждем продажу Идриса ГУЕ. Который тоже. Так. Это я так понимаю он у нас ушел. Или это Коллинз. Сейчас интересно. Да. Это Коллинз скорее всего. Все. Этан Коллинз сдан в аренду в Карлсруе. На полгода. Ну вот ребят. Есть еще один интересный игрок. Джейда Сильва. Я не знаю. 24 года. Рейтинг 71. То есть я вот такого еще нашел игрока. И вот не знаю. 24 года. Рейтинг 71. А если с тем сравнить игроком. Который вот у нас сейчас в Кардифе. Ну этому 22 года. И рейтинг 67. То есть не знаю. За 2 года он сможет плюс 4 к рейтингу пробить. Мне кажется может. То есть мы верим. В любом случае в нашу там молодежь. Поэтому никого убирать пока не будем. Симмонс кстати взял себе семерку. Так. А здесь уже пошли. Центральные полузащитники. И вот. Почему бы и нет кстати Джованни Рейну подписать. Я не знаю. Он дорого нам сейчас выйдет или нет. Прямо здесь что-то из Бундеслиги многих. Настолько скаут в Бундеслиге работает или что. Так. А Идриса Гуе никуда не уходит. Потому что МЮ посчитали начальные требования слишком высокими. И решили не продолжать переговоры. Ну и ладно. Ну просто. Немножечко понаглели. Почему бы и нет. Там вон Банега зачем-то перешел в Ювентус. Вообще очень странно. Там Ювентус наверное все уже полностью разлагается. И мало. Минус 15 очков. Они еще и Банегу решили подписать. Пришло предложение по Кальверту Льюину. При том что он сейчас в хорошей вроде как форме. Из Аталанты. Но нет. Ну потому что зачем. Я сейчас только вот наиграл эту связку. То что Марсиаль в первом, Кальверту Льюину во втором. Они вроде более-менее оба забивают. И не буду я сейчас посреди сезона менять нападающего себе. Поэтому там 3 часа мне оставалось, чтобы найти ему замену. Нет. Тоже это рискованно. Поэтому не будем. Так. Ну и что у нас по трансферам. Я бы хотел зимнее трансферное окно оценить. Самая дорогая сделка это Диаби. Перешел в Интер за 80 миллионов. Это Асимьен. Перешел в Челси. Ну замечательно. И ну третья сделка хотя бы зимой которая произошла. Это Тимбр. Перешел под конец прям трансферного окна. Из Аякса в Рому. Все. А по нашим. Если вам вот интересно. Это. С какого здесь момента примерно-то начинать? Наверное вот с вот этого. Вот. Или нет. Вот. Макнейла мы сначала договорились отдать в аренду в Милан. Джона в Лас Пальма. Спрайса в Финн Харпс. Амара потом подписали за 2 миллиона из-за Вест Хэма. Но мне кажется неплохой центральный защитник. То есть. Даже если у нас не заиграет. Задим в аренду. Там прокачается. И вообще супер будет. Потом перепродадим. Велча отдали в аренду в Квелли Роуэн. Докуре продали за 23 с половиной миллиона. Вот этого старикашку. В Арсенал. И купили за копейки Хави Симонса. У которого рыночная стоимость правда 10 с половиной миллионов. Ну миллион переплатили. Но все равно сделка на А была оценена нашим руководцем. Ну и Коллинса. Нашего воспитанника отдали в аренду в Карл Сруэн. Так. Ну и Нилсон Кунку. Мы все-таки давайте будем отзывать. За 24 всего лишь тысячи фунтов там. Вернем. Пусть играет. Во втором составе там ну тренируется. Будет выходить естественно. Потому что не вывезет у нас один Миколенко. Играть оставшуюся часть сезона. Поэтому вот. А Дэвис у нас теперь основной полузащитник. В первом составе из-за ухода Абдулая Докуре. А Симонс будет играть у нас во втором составе. Посмотрим. Пока что так. Пока что так. Ну будет хорошо играть. У него будет повышаться рейтинг. Логично. Поэтому. Потом может быть и в первый состав он попадет. Так. Ну у нас хорошо кстати развился Уильям Браун. Кстати мы его только недавно подписали. Я понимаю раз у него план сбалансированный. А у нас вроде и не надо нам ПФАшников. Нам ПП надо. Хотя у него вот ЛП. Давайте мы ему на позицию левого полузащитника переделаем. Вот. Хоть и потенциал у него разбег там в 20. От 74 до 94. Поэтому пусть еще пока что потренируется какое-то время. В Академии. А там может быть и подпишем мы его. Так. Ну смотрите. На левого вингера он 2 недели. На левого полузащитника он 7 недель. Поэтому лучше давать минут 7. Потому что у нас схема с полузащитником именно. У него вот возможность есть такая. ПФА и ЛП. Хотя я не знаю почему на левого вингера ему быстрее прокачивается. 142 тысячи мы получили за победу над Престоном. И интересно с кем мы будем играть на следующей стадии. Кубка Англии. Так. В феврале мы здесь вообще практически отдыхаем. Ну. Не по командам конечно соперников. Вот и МЮ и Челси. Это трудно конечно будет. А где? А все? Похоже. Теперь полегче. Мы просто наверное в следующем выпуске просто доиграем до конца сезона. Я жду вообще когда там расписание то выйдет. Мне же надо посмотреть с кем я играю в кубке. Так. Ну здесь мне кажется нам везет. Это какая уже стадия? Там четверть финал получается? Кубка Англии. А мы играем. Или не четверть финал? Нет. Скорее всего ну как-то я не знаю что это. Там была 1.32. Здесь 1.16. Это значит 1.8. Но по сути это... Ой. Четыре финала хотел сказать. Но это 1.8. Потому что четверть финала там всего 4 пара. Здесь 8 пара значит 1.8 будет считаться. Против Дерби Каунти играем. Поэтому скорее всего Бегович снова выйдет. На матч против вот кубка. В кубке именно Англии. Ну а так все. Давайте мы подведем итоги сегодняшнего выпуска. Посмотрим на данный момент кто у нас там лидер по голам. Топ 3. Так сказать там сделаем по статистике на данный момент. Больше всего матча провел Пикфорд. Вот. Потом Колоди и Кин. Ну наша связка вот в обороне просто. По голам. Марсиаль 11. Теакарит Люин 9. Грей 4. Вот. По голевым передачам у нас лучшие это Том Дэвис. Дальше Вобби. Грей. Марсиаль Таунсенд. Они все вот делят вторую строчку. Вот как-то так. Ну и по сухим матчам. Пикфорд. Колоди. И кстати Миколенко. На удивление. Если тоже это интересно. Самый возрастной игрок. Именно играющий. Но можно уже сказать что Бегович за нас именно уже играет. Хотя уже минус 3 за сезон. 35 лет. Самый молодой. Пока что еще не заигранный. Это Хави Симонс. План развития им надо поставить. Новичкам. Чтобы быстрее прокачивались. Ну и топ 3. По трансферной стоимости. Это Марсиаль. 30 с половиной миллионов. Плюс 2 уже за пол сезона сделал. Потом есть у нас еще и Кин. Который к нам вернется летом. И вот там то я как раз могу уже подумать. Либо Марсиале продать. Который форму у нас как раз наберет. Там уже будем по предложениям смотреть. Либо Калерта Льюина. Которому тоже предложения у нас приходили из Аталанты. По Марсиалю кстати никто пока что предложений нам не присылал. Кин вернется. Его я бы хотел действительно заигрывать. Потому что он моложе всех наших нападающих. Поэтому вот. Из именно наших игроков. Которые сейчас в команде. Это Марсиаль. Калерта Льюин. И Пикфорд. Топ 3 самых дорогих наших игроков. Поэтому на сегодня все. Будем вот так вот галопом по Европам. Идти в наших карьерах. Будут они большие выпуски. Не знаю удобно вам это будет смотреть или нет. Напишите кстати по этому поводу комментарий. Тоже вот немного мы поэкспериментируем с контентом. Ну в следующем выпуске отыграем просто весь оставшийся сезон. Потому что там матчей не так много. Это просто вся идет АПЛ. Там 13 скорее всего. Но у нас получается там будет сколько? 14 матчей. Поэтому посмотрим. Друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Ну с вами был Андрей. И канал Футбол. Это же до новых встреч. Друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья. Субтитры сделал DimaTorzok -пот.